Прям в гору с автодомом. Давай, милая, давай! Трясучка началась. Ну и тянет нормально. Выбрались с прицепом. С рыбалки, с бездорожью. Сейчас на трассу. И вот пока расход. 28 литров. Но дальше он упадет. Кому интересно, досмотрите до конца. Выехали на трассу. Расход 22,3. Сейчас полный привод отключаю. Продолжаем ехать с прицепом. Осталось нам еще 50 минут. На трассе 10 минут едем. Расход дизельного топлива 16,7. Проехали уже 30 минут по трассе. Расход упал до 14,1. Почти доехали до дома. И смотрим, какой расход. 13,1. Поехали домой. И расход 12,8. Напомню, это расход с прицепом дачи, с прицепом домом. В общем, вот такой расход сложился на обратном пути. С полным приводом и по грязи. И на рыбалку мы ехали примерно было так. 12,7-12,6. Для тех, кто не в курсе, сейчас кое-что покажу. Просто хочу пояснить тем, кто зашел сюда на мой канал. По видео про автодом. В большей степени, конечно, на этом канале я рассказываю про строительство прудов. Про реконструкцию прудов. Про то, как сделать пруд. Позади меня как раз находится плавательный пруд мой. Так что, друзья, интересуйтесь тоже этой темой. Можете посмотреть ролики. Их очень много у меня на канале. О том, как построить. Как лучше обслуживать. Ну и всякие хитрости и нюансы. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.